Здравствуйте! Продолжаем читать учебники по гуманитарным предметам и сравнивать их содержание с действительностью. Бывает, что логика в учебнике хромает, как правильнописание у Винни-Пуха. У меня правильнописание хромает. Оно хорошее, но почему-то хромает. На странице 139 авторы справедливо замечают, что социальное неравенство возникает в том числе из-за неравного доступа к материальным и духовным благам. И буквально через пару предложений сообщают, что в современном обществе так называемая социальная мобильность возрастает. Если посмотреть графики, то мы видим, что в Советском Союзе не было социального расслоения. Люди были равны, имели равный доступ к благам, в том числе к отличному бесплатному образованию. А значит имели равную возможность для развития и так называемой социальной мобильности. В современной буржуазной России картина иная. Образование поделили на платное и для остальных. И школу вслед за вузами прямо сейчас толкают в бездушное болото рыночных отношений. Поэтому ни о каких равных возможностях и социальной мобильности для большинства речи нет. В параграфе об инфляции учебник сообщает нам, что один из способов поддержать себя в условиях инфляции – это сбережение. Сбережение – это, как правило, изъятие денег из оборота, то есть это вынужденный отказ от потребления. А несколькими абзацами выше нас предупреждают. Люди, которые откладывают деньги, отказываясь от потребления, несут напрасные жертвы. Их накопления тоже могут обесцениться. Так можно откладывать или нет? Запутанная история. Как это верно, Ватс? В издании более старого учебника 2014 года предложения про создание сбережений отсутствуют, но дальнейшее повествование сохраняет противоречие. Вот учебник сообщает о наиболее надежной форме сбережения – рубли. И буквально двумя предложениями выше допускает, что в стране возможна высокая инфляция. Это значит, что рубли обесценятся. В таком случае лучше хранить в валюте, не правда ли? Ну посоветуйте же будущим потребителям. В более старом издании учебника 2014 года пассажа о рублях, как надежной форме сбережения, еще нет. Но цель авторов – подвести будущего потребителя к мысли, что денежки всегда, что называется при любой погоде, надо хранить в государственном банке. Россияне хранят все больше денег под матрасом. Объем наличных на руках компаний и граждан – 12 триллионов рублей. Это рекорд с 2012-го. И по объему, и по темпу роста. За год сумма выросла на треть. А еще надежнее при такой стабильной рыночной экономике закопать 5 золотых на… На поле, 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 поле чудес! А поле, 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 поле чудес! Поле чудес! Сектор Бриз на барабане!